Супер. Итак, значит, перетащили материал. У нас получилась непонятная катавасия. Сейчас мы его закрываем материал, чтобы он не мешал. И нам опять идем в Modify List. Нам нужна UV, которое мы назначали на Plainwood. У нас уже что-то стало интереснее. Вот теперь, ну опять-таки тут овал, что такое. Идем в команду применяем Bitmap Fit. И выбираем нашу тарелочку. Хлоп. О, уже лучше. Да, но все равно беда. Нам надо пододвинуть, но стрелочки двигать всю тарелочку. Как это исправить? Вот здесь вот UV Map. Есть такой вот крестик. Вот. Когда мы на него нажимаем, вот внизу появляется гизма. Мы на него нажимаем и видим, что у нас меняется вот внешний вид наших вот инструментов. Видите, он не активен, а сейчас активен. О, и теперь у нас появляется такая штучка. Мы можем его двигать вверх, вниз. У меня непонятно, все руки, которые мы делали как-то. Да, вот, вот. У нас получилось. Ну, у нас некрасивый край, но мы можем масштабировать. Берем инструмент масштабирования. Вот. И можем масштабировать нашу тарелочку. Вот. В результате у нас вот, ну, получилась вот такая вот красота. Зашли в окошечко сверху. У меня в окошечко сверху удобнее всего. Вот. Выставили так как-то более-менее по центру. Ну, получилась такая вот тарелочка. У всех получилось? Вообще замечательно. Но мы видим, что этот узорчик у нас и снизу. А мы хотим здесь вот иметь вот такую вот тарелочку. Значит, как нам это исправить? Мы опять открываем материал эдитор. Вот. И делаем текстурку с нашим донышком. Вот. Выбираем свободный слот. Идем. Выбираем Bitmap. Окей. И вот наша донышко. Вот. Мы можем его даже назначить. Вот. Вот у нас появилось такое вот донышко. Сейчас иду к вам. Значит, берете любой материал. Вот. Вот. И создаете новый, новый, подружаете текстуру вот там, где напротив диффуза. Вот Bitmap. Окей. И донышко. Можем даже назначить. Обязательно включаем вот здесь Show Shaded Material. Вот. У нас получилось такое вот отображение. Вот. Теперь нам надо одновременно на этот объект назначить два материала. Как это сделать? Значит, я просто показал, что почему я его вот так вот принес, чтобы вы не забыли включить вот эту галочку. Просто она покажет, что вы как бы правильно все назначили. Сейчас возвращаемся к старому материалу, который вот у нас уже красиво выставлен. Вот. Вот. Нам теперь надо назначить на донышко второй материал. Вот. Для этого мы, наш объект, идем тут на... Нет. Наверное, сделаем так. Правой клавишей и Convert to Detable Poly. Вот. У нас весь Modify List пропал полностью. Но зато мы теперь можем работать с донышком. Вот. Включаем, чтобы было видно. Фейси. Мы видим, что из-за Turbo Smooth у нас появилось много-много... Нет. Это мы уже пленник, мы уже можем удалить. Он нам не нужен. Вот. Значит, теперь нам надо как-то вот выбрать все вот эти вот линии. Их очень много. Значит, как это сделать? Выбираем, например, полигоны. И выделяем один здесь вот, например, где-то. Ну, на донышке. Теперь шифтом нажимаем на соседний. И оно выделяет у нас... У нас просто команда Ринк не работает в этом виде. У нас выделила вот такую вот полосочку. Обязательно вот снизу посмотрели. Все снизу сделали, да? Видите, сверху у меня не выделено, а снизу выделено. Да. Обязательно снизу. Вот. А теперь нам... Молодец. Вот. Теперь нам нужна команда Роу. Расти. И так вот жмем, 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 жмем. Пока не надоест. Если у кого-то был очень большой Turbo Smooth, он будет очень долго щелкать. Вот. Бывают случаи, когда очень много у нас грани, и вот таким образом очень долго нам нажимать придется, вот, кстати, рядом команда на уменьшение, вот, поэтому мы можем сделать сразу выделить все по углу, как это сделать? Видите, у нас вот тут есть угол, он почему-то не активен, да, чтобы сделать выделение по углу активным, нажимаем, правильно, у нас появилось 45 градусов, видите, у нас выделили все грани, вот, но при этом она выделила и с другой стороны, для того, чтобы она с другой стороны нам не выделяла, нам надо включить галочку, игнорировать заднюю... грань, заднюю фейсинг, и снова, видите, снова нажал, и у нас уже заднюю часть не выделила, у нас уже красиво, вот. Галочку игнори, бэкфейс включил? Да, да. Вот, если у вас случайно выделилась при этой галочке еще все равно вот эта часть, это говорит о том, что здесь у вас очень плавно, и вам надо поставить меньший угол, попробуйте угол, например, там 20 градусов. Попробовали с 20 градусов, только снизу выделяй, то есть сверху, по-моему, выделяешь. Сейчас я к тебе подойду. Сейчас, сейчас, сейчас по всем. У тебя субтитров. Б Vill. У тебя субтитров, проложили у меня. Да...